Тайны Украины Орден рыцарей храма был основан после первого крестового похода, позволившего христианам захватить Иерусалим и другие земли, принадлежавшие мусульманам. Первые рыцари храма, или по-другому, тамплиеры, посвящали свою жизнь служению Богу и защите паломников на пути к святым местам. Во время битвы у холмов Хатина, армия крестоносцев была разбита войсками Саладина, а сами тамплиеры, изгнанные со святой земли. Однако за 60 лет существования братства рыцари сумели создать в Европе хорошо отлаженную хозяйственную и финансовую систему обеспечения деятельности Ордена. Фактически Орден рыцарей храма стал первой в мире межнациональной корпорацией. Часть 2. Хозяйственная организация С самого момента своего создания в 12-м столетии иерархии рыцарей храма постоянно привлекали новых членов и накапливали средства в казне Ордена. Ведь, несмотря на монашеский обед, рыцарям требовалось вооружение, пища и лошади, чтобы исполнять свой долг. Первоначально содействие Ордену оказывал сам король Иерусалима и Святой Земли. Одной из главных причин этого был большой приток паломников, приносивших в казну значительный доход. Пилигримам из Европы была нужна пища, они платили дорожные пошлины и привозили с собой дорогие подарки. Поэтому их обслуживание на Святой Земле быстро стало весьма прибыльным делом. Единая сеть Создание единой хозяйственной сети Ордена Темплиеров производилось в Европе за счет земель, завещанных рыцарем, богобоязненными людьми, наведения крестовых походов и священной войны. Первоначально большие суммы пожертвований поступали от самих участников крестовых походов. Одним из главных источников денежных средств Ордена была провинция Шампань на севере Франции. Граф Шампань и Хью вступил в Орден в 1120 году и быстро стал одной из его ключевых фигур. Став членом Ордена Темплиеров, он лишился всех своих родовых территориальных титулов и части земельных владений, поскольку рыцари брали на себя обед, бедности и монашество. В те времена так поступали многие знатные люди, вступавшие в Орден и становившиеся рыцарями храма. Однако, если кто-то считает, что это была слишком высокая цена за бессмертие души и отпущение всех грехов, то он бы в те годы глубоко заблуждался. Поступавшие в дар Ордену подарки благосклонно принимались, а денежные средства распределялись по нуждам различных общин, в которых жили братья-рыцари. Именно на их основе и сложилась впоследствии крупная хозяйственная сеть Темплиеров. Основной задачей рыцарей храма было создание надежной хозяйственной службы, способной обеспечить основные боевые функции членов Ордена на Святой Земле. Однако нетрудно понять, что одних взносов и благотворительной помощи было недостаточно. Так, в рамках Ордена, появились службы, занимающиеся эффективным использованием находившихся в его собственности денежных средств, рудников и земельных участков. Орден начал приобретать вид хозяйственной организации. Существенным элементом рыцарской общины Ордена становились небольшие поселения, в которых вокруг одного общего для всех молельного дома располагались хозяйственные постройки. Целиком эти комплексы до наших дней не сохранились, однако еще 800 лет назад они были широко распространены по всей Европе. Целью деятельности темплиеров стало получение дохода, треть которого тратилась на содержание рыцарей на Святой Земле. Каждое пожертвование, вне зависимости от его размера, использовалось для получения дохода. Неухоженная земля возделывалась, развивалось винокуренное дело, строились цеха по производству сельскохозяйственной продукции, развивались ремесла и рыночная торговля. Часто целые районы страны буквально оживали благодаря рыцарям храма. Однако темплиеры шли дальше, они все активнее скупали земли, приводя под свой контроль целые сельскохозяйственные области. Только в Провансе рыцари храма владели более чем семьюдесятью поместьями. Рыцари храма начинали занимать лидирующее положение на рынке, чем вызывали недовольство местного населения и крупных землевладельцев. Их главным конкурентным преимуществом было полное освобождение от уплаты каких-либо сборов и податей в казну. В те годы уплата налогов и податей была обязательной для всех слоев населения. Темплиеры выторговали для себя вольность и освобождение от уплаты этих сборов, что позволяло их хозяйствам развиваться быстрее. Те же сборы, что налагались на орден церковью, не шли ни в какое сравнение с доходами, которые получали рыцари. Однако у рыцарей храма всегда было законное оправдание, что получаемые ими деньги идут на обеспечение военных нужд, и что такая привилегия им необходима. На мой взгляд, было бы странным, если бы кто-то, имеющий какую-либо привилегию, стал бы от нее сам отказываться. За 30 лет существования в распоряжении ордена оказались обширные земельные и городские владения на территории Англии, Франции и других стран. Штаб-квартиры ордена находились в Лондоне и Париже. Значительные владения располагались и на Иберийском полуострове в Испании, где шла война с Маврами. Хозяйственная сеть ордена обеспечивала безопасность проживания и передвижения по главным торговым маршрутам Европы и по Святой Земле. Под контролем рыцарей находились и многие морские порты. Грузовыми перевозками рыцарей храма занимались с самого момента создания ордена. Впоследствии к этому добавились функции по защите пребывавших в Палестину паломников. Тамплиеры первыми создали то, что в наши дни называлось бы туристическим агентством, перевозя паломников на Святую Землю и обратно, обеспечивая им безопасность. Фрахтовались и строились корабли, постепенно набирали оборот торговые операции, а следом за ними развивалось ростовщичество, меняльный бизнес и сельскохозяйственное производство. Основными регионами, в которых хозяйственная деятельность рыцарей храма была представлена особенно широко, был район Средиземноморья и Европейские торговые пути. Во Франции основной водчиной ордена считалась провинция Шампань, имевшая удачное территориальное расположение. Постепенно в деловые предприятия тамплиеров вовлекалось все больше стран. Крупные торговые ярмарки в Шампании известны тем, что на них свозились товары со всей Европы, чем не могли не воспользоваться рыцари храма. Экономический рост стал причиной увеличения числа денежных операций. Вскоре финансы стали основой хозяйственной системы ордена. Рыцари имели свои конторы во всех странах Европы и обладали возможностью мобилизации крупных денежных ресурсов. Одной из причин успешности хозяйственной деятельности тамплиеров было безграничное доверие к ордену. Им доверяли не только из-за их неподкупности, но и из-за той реальной силы, которой они располагали. У рыцарей были свои замки и крепости, прекрасно вооруженные отряды воинов, и они всегда выполняли свои обязательства. Успешность ордена на финансовом поприще объясняется еще и тем, что не было зафиксировано ни одного случая неуплаты по их обязательствам. Банк ордена тамплиеров в Париже выполнял практически тот же набор функций, что и большинство современных банков. В банке располагалась меняльная контора, осуществлялась выдача наличных средств. Существовала возможность получения сезонных кредитов. Банк открывал депозитные вклады. Денежные средства переводились по всей Европе и инвестировались в проекты. Зайдя сегодня в любой банк в Лондоне или Париже, легко понять, какой набор функций выполнял банк ордена тамплиеров в те годы. И то не во всяком банке есть сегодня весь набор этих услуг. Кроме того, тамплиеры выполняли услуги по ведению бухгалтерского и хозяйственного учета, а также проверку правильности торговых и финансовых операций, например, при дворе. Жесткое следование суровому монашескому уставу, неподкупность и верность обету приносили в казну ордена колоссальные богатства. Члены ордена достигли наивысших высот в обществе и при французском королевском дворе. Кредитами, выдаваемыми тамплиерами, пользовались многие европейские монархи и даже сам римский папа. Однако все больше стало проявляться противоречие между тамплиерами, как воинами-монахами, сражающимися за дело Господне, и теми богатствами, которыми обладал орден и его связями с аристократией. Несмотря на то, что третья часть всех доходов ордена шла на помощь паломникам, направляющимся в Святую Землю, лишь немногие ощутили ее на себе. До людей больше доходили слухи о лишениях и поражениях от мусульман. А вскоре крестоносцы и рыцари ордена храма потеряли и всю территорию Святой Земли. Среди людей все больше распространялись слухи о том, что тамплиеры все меньше соответствуют своему облику рыцарей, выполняющих монашеский обет, служа Богу. В хрониках тех времен часто говорится о том, что орден тамплиеров имел прямой финансовый интерес на Святой Земле. Ведь каждый захват вражеского города или торгового каравана приносил ощутимые средства в казну ордена за счет грабежа. Такие примеры описывались неоднократно. Одной из особенно нашумевших историй стало пленение Надира Альдина, бежавшего из Египта в 1154 году. Он был захвачен крестоносцами латининами и передан тамплиерам. Вместо содержания подстражей те продали его за большую сумму его же врагам. Это и подобные ей истории встречаются в самых разных летописях того времени, а их содержание не могло не сказаться на отношении к рыцарям храма. Все чаще этих людей интересовали суммы выкупа, а не то, ради чего они давали свой рыцарский обет. Но тамплиеры никогда не брали денег от врагов. Как-то после строительства новой крепости на берегу реки Иордан к ним пожаловал важный гость. К тамплиерам прибыл сам султан Саладин, предложивший рыцарям выкупить у них крепость. Он предложил рыцарям храма колоссальную сумму 60 тысяч золотых монет. Но рыцари отказались от продажи крепости. Тогда Саладин увеличил сумму до 100 тысяч, но и в этот раз храмовники дали отказ. Они еще не знали, что уже через месяц потеряют и саму эту крепость, и свою казну, и собственные жизни. Цена войны. Однако склонность темплиеров к накопительству была вполне понятной. За ней стоял вполне простой математический расчет. Чтобы снарядить в поход только одного рыцаря, требовался доход, получаемый от 30 общинных хозяйств ордена. В битве у Хатина погибло свыше 200 рыцарей. Потери были невосполнимы. Темплиерам пришлось перестроить хозяйственную машину ордена для выполнения военных нужд, что требовало больших затрат. Общее число рыцарей превышало 600 человек. Каждому полагалось 4 лошади. В дополнение к ним в войске было 2500 пеших ланскнехтов и оруженосцев, а также большое число поваров, ремесленников, священников и другого вспомогательного персонала. Все это огромное число людей и животных нужно было как-то кормить и содержать. Поэтому затраты ордена также были огромными, что и привело к тому, что храмовники старались извлечь максимальную прибыль из всех областей деятельности. Однако в случае крупных военных неудач у людей объективно возникало чувство недовольства. Ведь со стороны могло показаться, что деньги падают внутрь бездонной ямы и конца края этому не видно. для участников крестовых походов самым дорогим элементом снаряжения были лошадь. Только в регулярном войске тамплиеров было 4000 рыцарских лошадей, не считая гужевого транспорта. Зная это, сарацины в первую очередь старались вывести у врага из строя как можно больше лошадей. В дошедших до нас источниках описываются случаи нападений сарацин на табуны лошадей не столько с целью их угора, сколько для убийства животных. Впрочем, такой же тактикой жители этих мест пользовались вплоть до 19-го и 20-го веков. Говоря откровенно, этот жест с их стороны можно было бы даже назвать гуманным, потому что выиграть сражение, убивая животных, это не то же самое, что выиграть его, убивая людей. Сложно сказать, какие реальные цели преследовали в бою сарацины в личном плане, но правильность выбора ими наиболее уязвимого места противника не вызывает сомнений. Перед лицом врага Захват Иерусалима султаном Саладином стал причиной небывалого религиозного подъема в странах Европы. Вскоре священный город вновь стал объектом крестового похода. Для тамплиеров это предприятие стало возможностью продемонстрировать великолепно отлаженную военно-хозяйственную машину ордена. Крестовый поход с участием тамплиеров возглавили короли Англии и Франции Ричард Львиное Сердце и Филипп Второй. Остатки войск крестоносцев на Святой Земле в тот период были сконцентрированы с трех городах побережья в Антиохе, Триполи и Тире, откуда к ним шла помощь Сицилии. Армия короля Англии Ричарда присоединилась к войскам Филиппа Второго и совместно с ними взяла штурмом город-порт Акар. Оттуда участники крестового похода двинулись прямо на Иерусалим, в то время как морем через порт и побережье к ним прибывали подкрепления. Постепенно армия крестоносцев таяла под ударами войск Саладина, однако рыцарям все же удалось отвоевать у Сарацин города Хайфа и Цезария. По дороге к крепости Арзур Саладин атаковал крестоносцев крупными силами. В этом бою особенно проявились боевые качества рыцарских орденов. Войска Сарацин были буквально отброшены назад мощным контрударом. Победа короля Ричарда над Саладином ознаменовала повторное воцарение христиан на Святой Земле. Но несмотря на успешное взятие Яфы от захвата Иерусалима пришлось отказаться. Рыцари храма сыграли весьма существенную роль в истории Третьего Крестового Похода обеспечивая тыловую поддержку войск и выступая в качестве ударной силы. Одним из многочисленных недостатков короля Ричарда Львиное Сердце были серьезные денежные траты и расход средств обеспечение чего в значительной степени легло на плечи рыцарей храма. Во время этого похода погибает мастер ордена Жерар де Райтфор чем и не применул воспользоваться король Ричард оказавший серьезное влияние на результаты выбора нового иерарха ордена. Он фактически посадил на это место одного из своих вассалов по имени Роберда Сабль тем самым еще больше укрепив связи между орденом рыцарей храма и королевской властью что было особенно важно во время похода на Иерусалим. Войско Ричарда Львиное Сердце взяло Иерусалим в осаду но опытные военные советники и сами рыцари храма посоветовали королю отказаться от штурма города. А через год Ричард подписал мирное соглашение с Саладином по которому христианским паломникам разрешался свободный доступ к святыням Иерусалима. Возрождение Возрождение Несмотря на все победы крестоносцев во главе с Ричардом Львиное Сердце Иерусалим так и остался в руках мусульман что однако не помешало активному развитию захваченных территорий. Рыцари храма приняли самое активное участие в развернувшемся освоении земель. Штаб-квартира ордена на Святой Земле располагалась в порту Акар впоследствии ставшим столицей христианских владений в Палестине вплоть до его захвата итальянцами. Еще и сегодня в старых кварталах города стоят дома построенные рыцарями храма и госпитальерами. Глядя на этот тоннель прорытый под городом нетрудно понять какие колоссальные средства вложили в эти земли рыцари обоих орденов. В 1193 году после смерти Саладина исламский мир вновь погрузился в пучину внутренней борьбы. Но несмотря на все эти разногласия христиане христиане так и не смогли обратить их на пользу для себя. Рыцари храма заплатили большую цену за достигнутый успех. Потребовались дополнительные средства на создание оборонительных укреплений и содержание в них армейских гарнизонов. репутация тамплиеров все чаще и чаще ставилась под сомнение как в странах Европы так и на Святой Земле. В Европе это происходило из-за того, что они сконцентрировали в своих руках чуть ли не все денежное обращение. Рыцари стали ростовщиками, а их никто не любил. А общее недовольство немедленно передалось тем, кто защищал интересы ордена на дальних рубежах в Святой Земле. Местом, где рыцари храма были особенно непопулярными, стал остров Кипр, особенно страдавший от их побоев. Как это не парадоксально, но тамплиеры сумели выкупить весь этот остров со всем населением из владения короля Ричарда, захватившего его на пути в Палестину. Ричард прекрасно понимал, что не в состоянии управлять столь большим островом из Англии, поэтому с готовностью принял предложение рыцарей храма о его покупке. Остров был продан за крупную сумму денег. К сожалению, в распоряжении храмовников не было достаточно войск, чтобы удержать население острова в повиновении силой, поэтому вскоре на нем вспыхнуло восстание. однако сам этот случай интересен тем, что Кипр стал первым в истории автономным государством, управлявшимся рыцарским орденом, хотя в реальности этому и не суждено было полностью осуществиться. Но несмотря на всю свою подвижническую деятельность по защите паладинов на Святой Земле, тамплиерам так и не удалось снять с себя подозрения в присвоении огромных денежных средств, выкачивавшихся ими из святых мест и владений ордена в Европе. Так или иначе, но ситуация для рыцарей храма становилась неутешительной. Их права сохранялись только потому и до тех пор, пока на Святой Земле находились христианские поселения. С их исчезновением прекратил бы существование и сам Орден. Композитор Пол Леонард Морган Операторы Джереми Фристон Эрика Киллер Мартин Дунхейм Режиссер Сара Хэррол Автор сценария Джеймс Вигнал Сара Хэрол Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова